Шалом и добро пожаловать на Вахафта, Исраэль. Это еврейская фраза, означающая «Возлюби Израиль». Надеемся, что вы останетесь с нами следующие 30 минут, в то время как наш учитель, доктор Барух, делится своим разъяснительным учением из Библии. Доктор Барух — старший лектор в институте Зер Абрахам, расположенном в Израиле. Хотя все курсы преподаются в институте на иврите, доктор Барух с удовольствием поделится этим еженедельным обращением на английском, чтобы узнать больше о нашей работе в Израиле. Пожалуйста, посетите наш сайт loveisrael.org. Набирается как одно слово loveisrael.org. А сейчас доктор Барух с сегодняшним уроком. Самый важный вопрос, на который любому человеку надо ответить — это кто он, Ешуа Хамашех? Кто он, называемый Иисусом из Назарета Христом? Если вы не будете знать библейского ответа на этот вопрос, вас ожидает вечная беда. Вот настолько прост. И благодарение Богу, что у нас есть местописание, которое в точности говорит нам, во что нам надо верить о нем с тем, чтобы мы познали истину. Истина сделала нас свободным. Я уверен, что большинство из вас слышали этот стих. Тот самый, в котором говорится, «Вы познаете истину, и истина сделает вас свободным». Но вопрос, который вам следует задать себе, «Свободными, а для какой цели?» И вы знаете, какой ответ? Чтобы служить Богу. Свобода, которую мы имеем через Мессию в искуплении благодатью Божьей, с тем, чтобы мы могли служить Богу, как Он повелевает. Это должно быть нашим наиглавнейшим желанием и тем, что доставляет нам наибольшее удовольствие. Что ж, возьмите свою Библию и посмотрите вместе со мной «Евангелие» от Матфея, 16 главу. И через несколько минут мы начнем с 13 стиха. Начиная этот раздел, мы видим, что «Мессия пошел в другое место». Это новое местоположение и такое, в которое Он ходил нечасто, но, по крайней мере, согласно тому, что мы читаем в Писании. Он идет туда для уникальной цели. И эта цель очень информативна. Итак, посмотрите вместе со мной этот стих от Матфея, 16-13. «Придя же в страны Кесарии Филипповой» — Ешуа. «Кесария Филиппова» — это не «Кесария у моря». Это не то место, где Павла допрашивали и судили римляне. Это совершенно другое место. «Кесария Филиппова». Она находится на севере Израиля, за пределами Галилеи, на голландских высотах, у подножья голландских высот. А что мы знаем об этом месте? Вспомните название «Кесария Филиппова». Это не еврейский термин. Он римский. А римляне были идолопоклонниками. Это было место идолопоклонства. К примеру, вы можете поехать, посетив Израиль, вы можете поехать в Кесарию Филиппову и увидеть места, которые были высечены более двух тысяч лет назад. Высечены для того, чтобы люди приходили, помещали там различных идолов, кланялись им и приносили им жертвы. Некоторые говорят, что там имели место даже человеческие жертвоприношения. Это было место, где люди поклонялись. И вот важный момент. Многим различным богам. Помните это, когда мы изучаем данное местописание. Евангелие от Матфея 16.13. «Придя же в страны Кесарии Филипповой, Иисус спрашивал учеников своих, говоря...» Он задавал им вопрос. Если мы посмотрим на этот вопрос буквально, как написано библейским языком, то это нечто неудобочитаемое. Его почти невозможно перевести буквально, потому что он говорит о себе. И мы бы сказали «я», но он буквально использует слово «меня». И вот что он говорит здесь. И давайте я постараюсь передать это на английском наилучшим образом. Он говорит ученикам, «Кто люди?», то есть народ? Говорят, «я сын человеческий есть». Он хочет знать, во что люди верят о нем, сыне человеческом. И как всегда, его любимый термин для описания себя это «сын человеческий». Почему? Сын человеческий — это идиома, означающая слугу. Того, кто пришел исполнить не свои личные желания, а желания того, кто его послал. Поэтому он задает вопрос своим ученикам. Кто люди говорят, что «я сын человеческий»? Кто они говорят «я есть»? И заметьте путаницу. Во многих отношениях ничего не изменилось. Люди и сегодня по-прежнему путаются. Мы по работе путешествуем по разным странам. Я имею в виду себя и жену. Мы удивляемся тому, сколь много людей, которые, когда ты спрашиваешь, «Вы когда-нибудь слышали об Иисусе из Назарета, называемом Христом?» В столь многих местах, Африке и Азии, люди не слышали это имя ни на своем, ни на каком-то еще языке. Они ничего не знают о евангельских событиях. Все это для них ново. А многие люди, даже и на Западе, на самом деле не знают, кто есть Иешуа. Они не знают, что Он сделал. Они не знают, что Он сделает, когда вернется. А это жизненно важно. Это имеет буквально вечные последствия. Ваше знание того, кто Он есть, и не только знание, кто Он есть, но и покорность, подчинение этому. Скоро мы скажем на этот счет подробнее. Итак, Он спросил, «Кто люди говорят, что Я Сын Человеческий есть?» И вот ответ. Посмотрите 14 стих. Они, то есть ученики, «Одни почитают тебя за Иоанна Крестителя». Полное заблуждение. Многие люди верили в ложное учение о перевоплощении. Итак, одни почитают тебя за Иоанна Крестителя, другие за Илья. Зная, что пророчески, согласно пророку Малахии, то есть Малахи, Илья придет как предтеча Мессии, чтобы произвести восстановление, приготовление, приготовить людей, восстановить их в позицию, в которой они смогут понимать истину. Итак, у Ильи есть цель, а иные, то есть у других, есть еще варианты. Они говорили, «А иные за Иеремию» или «за одного из пророков». Мы видим, что никто из них не считал правильно. Они все были в заблуждении. Некоторые говорили, что это Иоанн Креститель, другие, что Илья, и мы знаем об этой близкой взаимосвязи. Мы знаем, что Иоанн Креститель служил с помазанием Ильи, пророка, над ним, исполняя некоторую часть работы Ильи. Другие говорили, что он пророк Еремия. Почему? Еремия говорил во время перед изгнанием, вавилонским изгнанием, и люди знали о римском гнете, который они испытывали. Так что люди говорили, «Может быть, Бог снова послал Иеремию, чтобы научить нас, чтобы дать нам второй шанс, не против вавилонян, но против римлян». Другие говорили, «Он один из пророков». Все они, все они были неправы. И многие люди по всему миру неправы. Тогда он задает другой вопрос. Посмотрите наш текст, 15 стих. Он говорит им, «А вы, имея в виду противоположность людям, а вы?» «Кто вы говорите?» И опять-таки здесь слово «меня». Но по-английски мы должны сказать «я». «Кто вы говорите, что Сын Человеческий есть?» Обратите внимание на ответ, 16 стих. И это не должно удивлять нас. Так происходит всегда. Кто из учеников всегда должен быть первым? Всегда выдвигается на первый план. Симон выпаливает ответ. «Вы знаете кто?» Это Симон Петр. Именно это мы и видим. 16 стих. «Симон же Петр, отвечая, сказал, «Ты...» И вот эмфатический аспект, ударение на слове «ты». «Ты Христос», то есть Мессия. И не только Христос, Мессия. Но смотрите, что он еще говорит, и это очень важно. «Сын Бога Живого». Вот что он имеет в виду, когда говорит «сын». Ни один из многих сынов, разбросанных по всему этому миру. Нет. «Ты сын». И имеется в виду «единственный». Когда термин «сын Бога» используется в данном контексте, речь идет о божественности Ешуа. Часто люди спрашивают меня, «Верите ли вы в то, что Ешуа божественен?» Ответ «да». Я говорю это эмфатически, смело, и хочу сказать громко, «Я верю в Троицу». Бог один, но Бог в трех личностях, каждая из которых индивидуально Бог, не менее чем Бог, но Бог в трех личностях. И это открывает доктрину, которую поддерживает Библия. Есть многое, о чем люди говорят неразумно. Вы знаете, слова «троица» в Библии нет. Это право. Есть многое из библейской доктрины. Есть много богословских терминов, которых нет в Библии. Но все это остается истиной. И истина в том, что Бог открыл себя. Одного Бога в трех личностях. Это Бог Отец, Бог Сын, Бог Дух Свят. И позвольте мне сказать вам очень, очень серьезно. И вот что. Если вы не верите в то, что Иешуа — единственный божественный Сын Божий, вы не будете в Царстве Божьем. Вот настолько просто. Если вы не знаете Его истинной идентичности, тогда у вас нет спасения. Вам необходимо знать, что Он, как сказал Петр, Сын Бога Живого. Читаем дальше, 17 стих. Тогда Иисус сказал ему в ответ, «Блажен». Я люблю это, потому что, когда Петр правильно идентифицировал, что Иешуа есть Мессия, Сын Бога Живого, что Иешуа сказал ему? «Блажен ты, Симон, сын Ионин». На еврите «Шион Баар Йона». Я хочу подчеркнуть нечто очень важное. Иешуа называет Петра его еврейским именем. До этого времени, хотя Писание говорило о Петре, используя это имя, Петр еще не получил его. Это то, что произойдет сейчас. Писание просто говорило в отношении его, и мы знаем, что о нем говорится здесь, как о Петре. Но его еврейское имя, то, по которому его знали люди, было «Шимон». И это имя «Шимон» значит «слышать», «слушать». Но слышать не ради того, чтобы только слышать, но слышать с целью послушания. И это жизненно важно. Когда Бог что-то открывает вам, вы должны быстро откликнуться в послушании. И позвольте мне поделиться с вами тем, чему я часто учу. И это вот, что если у вас нет желания быть послушным Богу, то Бог более чем вероятно не будет вам что-то открывать. Вам надо быть человеком, который говорит «Все, я хочу сделать на этом акцент. Все, никаких границ, никаких ограничений, никаких условий. Боже, все, что ты считаешь нужным, открыть мне. Я буду послушен. Я отвечу в соответствии с твоей волей». И когда у вас есть такое желание, Бог начнет действовать в вашей жизни. Он будет вас столь многому учить. У вас будет другой взгляд на Писание. Итак, снова смотрим текст. Он, то есть Иешуа, говорит ему «Блажен ты, Шимон Барйона, Симон, сын Ионин, потому что не плоть и кровь открыли тебе это, но Отец мой, который на небесах». Что это значит здесь? Прежде всего, мы видим принцип. Заметьте, что как только Петр сказал, «Ешуа, ты Мессия, сын Бога Живого», следующее, что Ешуа сказал ему было, «Ты блажен». Может, у вас довольно-таки хорошая жизнь. Может, у вас есть еда, есть одежда, красивый дом, хороший автомобиль, много денег в банке. Может, в вашей жизни есть финансовая стабильность. Может, у вас хорошее здоровье и хвала Богу за все это. Но вы не будете знать небесного благословения, истинного небесного блаженства. И это слово «блажен» также относится к счастью. Вы не будете иметь радости, небесной радости, пока не исповедуете своими устами и не поверите в своем сердце, что Ешуа, Иисус Христос, что Он – Сын Божий и Тот, Кого Отец послал в этот мир, чтобы искупить вас и всех людей от их грехов. Вот настолько просто. Итак, Мессия говорит в этом месте Писания, «Блажен, счастлив ты, Симон, Сын Ионин, потому что не плоть и кровь». Это означает следующее, не бывает так, что вы по-плоцки, через кровь и плоть, через природное, просто наткнулись на истину. Истина должна быть открыта вам. И место номер один для Божьего откровения прямо здесь, в этой книге. Это откровение Бога. Вы не обретете его, изучая какую-то другую книгу. И я не знаю, почему сегодня так часто люди хотят делиться чем-то и обращаются к другому источнику. Вот источник духовной истины. Вот единственный источник духовной истины. Кто-то может написать нечто духовно истинное, но оно будет в согласии с Библией. Они говорят, что они не говорили на основании этой книги. Это единственный источник духовной истины, и на нем мы должны основывать свою жизнь. Мы скоро подойдем к этому принципу. Итак, Иешуа говорит, «Не плоть и кровь открыли тебе это, но Отец Мой, который на небесах». Люди приходят к вере по причине действия Бога. Вот почему Он получает всю славу. Но не верьте ложному учению о том, что если Бог открывает вам истину, вы обязательно примете ее. Люди учат о непреодолимой благодати, но нигде в Писании мы такого не видим. Нигде. Люди встречались с благодатью Бога, их несчастью, все время восставали против нее. Есть те, кто говорят, они так делают, пока Бог не скажет, «Хватит». Но такого нет в Писании. Бог и термин «туб» «всяк». Он открывает свое откровение всякому. Не важно, кто это, еврей или язычник, мужчина или женщина. Не важно, какой у вас цвет кожи, на каком языке вы говорите, какое у вас гражданство. Если вы услышали Евангелие, то всякий, кто ответит, сказав Богу «да». А что это значит? Признать свою греховность и признать, что Ешуа искупитель ваших грехов. Он, как сказал Петр, сын живого Бога. Он помазан, чтобы принести спасение в этот мир. Итак, Ешуа говорит, «Не плоть и кровь открыли тебе это, но Отец Мой, Который на небеса». Также я говорю, и фраза начинается словом «но», контраст. Также я говорю, «но», я говорю тебе, ты Петр. Заметьте, что происходит изменение имени. Контраст новый, он взаимосвязан, но Ешуа берет новое направление. Он говорит, «но ты Петр». Мы узнали, что его имя Шимон Барьома, Йона. Ешуа меняет его имя дав новое, потому что через это призвание, через это понимание, что Ешуа есть единственный Сын Божий, Сын живого Бога. Через это мы становимся новым творением. А потому новое имя, новый характер. И что это было за имя? Уделите пристальное внимание. Ешуа говорит, «ты Петр». И на этом камне, игра слов, потому что это имя, Петр, означает камень на греческом языке. О каком камне он говорит? Он говорит об истине. Истине, об идентичности Мессии. И вот ключевой момент. Если вы хотите созидать славную жизнь, жизнь, угодную Богу, жизнь, которая совершает дела Божьи, вам необходимо иметь правильное основание. И это основание начинается. Оно базируется на истине об идентичности Ешуа. Пока вы не поймете, не примете и не покоритесь тому факту, что Ешуа есть Спаситель, Сын живого Бога, вы не сможете ничего созидать. Но если ваша жизнь построена на этом, заметьте, что он говорит, он на этом построит нечто славное. Он говорит, «ты Петр, и на этом камне я построю мою». Обратите внимание на следующее слово, «мою церковь». Многие люди считают, что это новое слово, которое никогда не появлялось раньше, и что это первый раз, когда дается откровение об этой концепции церкви. Это не так. Мы изучаем Новый Завет. Новый Завет был написан на греческом языке, и греческий язык использовался для перевода с иврита Торы, первых пяти книг во всей еврейской Библии, во всем Ветхом Завете. И когда речь идет о собрании, вышедшем из Египта и искупленном кровью Агнца, я говорю об опыте Пасхи. Как называлось это собрание? Какое слово использовалось для их идентификации? На иврите это слово «эда». Но на греческом это слово «экклесия». Так что они знали это слово. Они говорили на греческом и знали, что Яшуа говорил о собрании в пустыне, которые все имели опыт Пасхи. Истина в том, что кровь пасхального Агнца, и что говорит Павел? Что Яшуа есть Пасха наша. Он умер в день приготовления. Все четыре Евангелия свидетельствуют об этом. Одни приготовления это другое название Пасхи. Так что когда вы принимаете идентичность Мессии для своего искупления, Бог приступает к работе. И тут сказано, что Он строит собрание. Тут использовано слово на английском. Мы переводим его как церковь. И заметьте следующее победа. Когда вы в качестве основы своей жизни используете истину о том, кто есть Мессия, что Он сделал и что Он сделает, и вы приглашаете Его быть Господом своей жизни, заметьте, что тут сказано. Врата ада не. И это слово означает одолеть. Это слово означает победить, не спровергнуть. Врата ада не смогут не спровергнуть собрание искупленных. Этот камень Мессии эту истину о людях, которые вошли с Ним в отношения Завет. Посмотрите 19 стих. В нем говорится «И дам тебе ключи Царства Небесного». Ключи Царства Небесного. А как человек входит в Царство Небесное? Очень просто. Через Евангельское послание. Это связывает вместе его идентичность то, кем является Мессия, Сын Живого Бога. Он Христос, Помазанник, Он Спаситель, Искупитель. Это ключи Царства Небесного. Вот так входят в него. И дальше он говорит ему просто «И все, что он говорит о каждом из учеников, и все, что свяжешь на земле, то будет». Я перевожу буквально. Но вот проблема. Многие люди понимают это так, и я сделал ту же самую ошибку, считая, что если мы будем действовать в послушании Богу, он будет соглашаться. Бог будет ставить на это свою печать одобрения. Может, это и так, но не в этом намерение данного местописания. Когда вы смотрите это местописание, вам надо задать себе вопрос. Есть уникальная грамматическая конструкция для двух слов в этом стихе. Тут перфектное время. Почему? Чтобы была богословская дискуссия. Вам надо понимать, что представляет перфектное время. Давайте я переведу это место буквально. И Иешуа говорит, «Дам тебе ключи Царства Небесного, и что свяжешь на земле, так и будет, будучи связано на небесах». Видите это? Будучи связано. Будучи связано, это означает перфектное время. Это нечто, что произошло в прошлом, истинно сейчас и продолжит быть истиной. это означает, что Бог что-то сделал, и мы с этим соглашаемся. Подобным образом сказана вторая часть девятнадцатого стиха. «И что разрешишь на земле, так и будет». Будучи разрешено на небесах. То есть все мы трудимся, чтобы исполнить, и вот ключевой момент, исполнить цели Бога. Все то, что решили небеса. Не так, что Бог соглашается с нашим решением. Это мы соглашаемся с Его решением. И когда это происходит, так буквально будет сделано на земле. Так что это чудесное подтверждение силы Бога и Его Слова. Мы не должны думать, что если мы что-то решим, провозгласим, то после того, как мы сделали это, Бог согласится. Это в высшей степени неверно. Это лжеучение. Что ж, еще один стих, и мы закончим. 20 стих. Тогда Он проинструктировал, приказал Своим ученикам и сказал, чтобы они никому ничего не говорили о том, что Ешуа есть Мессия. Это кажется странным, не так ли? Что Он повелел, проинструктировал их, чтобы они никому ничего не говорили о том, что Он Ешуа Мессия. Почему? Разве не в этом цель? Нам надо вернуться к тому, с чего началось это место. Вы помните, Он сказал, кто люди говорят Сын Человеческий? Сын Человеческий. Это термин, относящийся к Христу, Мессии. Кто люди говорят есть Мессия? Люди не поняли это правильно. Они были неправы. Поэтому Мессия говорит не говорите им ничего. Почему? Потому что когда мы посмотрим Писание дальше, Ешуа будет наставлять, Он будет учить, Он будет показывать им, что поистине сделает Мессия, каково Его призвание. И только поняв Его призвание, мы сможем понять, кто Он есть. Что ж, время закончилось. До встречи на следующей неделе и мы продолжим изучать 16 главу. Шалом из Израиля. Надеемся, что вы получили пользу от сегодняшнего послания и что вы поделитесь им с другими. Пожалуйста, запланируйте присоединяться к нам каждую неделю в это время и на этом канале, чтобы посмотреть нашу трансляцию loveisrael.org. Чтобы узнать о нас больше, зайдите на наш сайт loveisrael.org. Там вы найдете статьи и многие другие лекции баруха. Эти лекции в форме видео. Вы можете загрузить их или смотреть в потоковом видео. До встречи на следующей неделе. Да благословит вас Господь в нашем мессии Иешуа и Иисусе в вашем хождении с Ним. Шалом из Израиля.